В Москве 14 часов 8 минут Лейтмотив События недели в подробностях Россияне отправляются на майские праздники Где они их пройдут и во сколько это обойдется По каким туристическим направлениям уже наблюдается повышенный спрос Качество и доступность отдыха в России Маршруты зарубежных путешествий И перспективы развития туристической индустрии Обсуждаем сегодня в этой программе Здравствуйте, рад всех приветствовать В студии Валерия Лабузная и Руслан Бустров Добрый день Пожалуйста, делитесь своими мыслями Может быть вы пишете нам сообщения уже откуда-то издалека Где-то море, солнце светит и так далее Где вы находитесь на эти майские праздники Во что вам это обошлось Дома, на даче, куда-то поехали И в мобильном нашем приложении Я сейчас запущу голосование Чуть позже подведем итоги Да, надо сказать, что Туризм и вообще отдых путешествий Уже обсудили в правительстве как раз сегодня И заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко Сказал, поручил Ростуризму и Минтрансу Обеспечить качество и доступность Отдыха во всех регионах нашей страны Вот о том, какое качество нам ожидать И насколько это будет доступным Мы постараемся поговорить сегодня Ну, может быть, не только в нашей стране Вот буквально только что молния пришла От ряда новости курс Евро упал до 74 рублей Впервые с марта 2020 года То есть евро подешевел Отдых становится доступным Да, это прекрасно К нам присоединяется исполнитель директора Ассоциации цитровоператоров России Майя Ламидз Майя, здравствуйте 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 Ой, ну давайте сначала начнем с майских праздников Скажите, пожалуйста, тенденция какова? Россияне поехали ли и куда? Да, по сравнению с прошлыми праздниками майскими Вы знаете, если опираться только на цифры То лучше даже, чем в прошлые майские праздники Да, но в прошлом году На майские праздники не было Турции А была пандемия? Если помните Нет, если ее закрыли тогда Ну, пандемия была везде В Турции тогда была признана небезопасная ситуация Ее закрыли с 9 апреля и до конца июня И тогда майские, в 21-м году майские продажи Они просели именно потому, что не было лидирующего Зарубежного направления В этом году Турция есть, правда, совершенно не в том объеме В котором она была, например, в 2019 году То есть по снижению объема в три раза минимум По сравнению с 2019 годом Потому что в 2020 тоже не было В 2020 майских праздников у нас не было, если помните Но тем не менее Вот даже если сравнить с прошлым годом В этом году как-то уже получше То есть в основном Продажи есть Если мы берем зарубежный туризм То он существует в России по-прежнему Как бы кто ни думал И в основном это Турция, да? Да А кроме Турции из зарубежных стран что еще? Ну, выбор не очень большой У нас в этом году впервые вошел Узбекистан Десятка самых продаваемых направлений на майские праздники Но если брать, что называется, дальние зарубежья То кроме Турции Это нас Арабские Эмираты Египет в очень ограниченном объеме Мальдивы, которые проданы практически все Ну, то есть на заезд на первую часть майских праздников Места уже нет Есть только после восьмого И по цене там примерно 300 тысяч на человека Ну, это нормальная цена Скажите, а сколько в Турцию стоит поехать на майские праздники? Смотря какой отель Ну, где-то получается порядка 70 тысяч на человека на неделю Это в четырехзвездочной гостинике Ну, с перелетом все это уже включено? С перелетом, Тайси Ну, у Турции же появляется конкурент Я так поняла, что Казахстан теперь будет продавать туры Все включено Ну, мне кажется, слово конкурент пока громко сказано Но альтернатива Еще одно дополнительное какое-то пляжное направление Ну, почему бы и нет А куда едут по стране? Ну, тут все совершенно без сюрпризов практически Кстати, объем продаж по России сопоставим с Турцией То есть эти две направления делят первое место И лидер, безусловно, это Краснодарский край Хотя большинство городов курортных закрыто Она позакрыта, Геленджик тоже Но Сочи открыта И, в общем, люди активно пользуются этой возможностью Краснодарский край направления МНР-1 Закрыто мы поясним, потому что закрыты аэропорты Аэропорты, да Южный аэропорт, который работает сейчас Это аэропорт Сочи Но там, наверное, цены подскочили до небес, да? Из-за этого всего? Нет, вы знаете, нет То есть, как и было Цены выросли Нет, как и было, так не бывает на майские праздники Цены, конечно, выросли где-то на 10% Но это не 25%, как выросли на Турцию, например А еще громкая новость этой недели Россия исключили из Всемирной туристской организации Вот что это значит вообще? Россия вышла Вышла То есть, организация сама На самом деле, если выключить весь внешнеполитический Контекст, то, в общем, ничего То есть, это была такая репутационная история? Не репутационная, а я бы сказала, отчасти имиджевая Но, как только мы проанализируем, например, какие страны вышли из Всемирной туристской организации За последние несколько лет, мы как-то поймем, что это не просто ничего, а совсем ничего Потому что во Всемирной туристской организации не состояли Соединенные Штаты 95-го года Великобритания, по-моему, с 2005-го года Нидерланды Сингапур Канада с 2012-го То есть, ряд стран покидал эту организацию при ООН Не видя для себя в этом никаких профитов Потому что там четкий взнос достаточно большой Нидерланды про это говорили, что там 1 миллион с лишним евро Они говорят, мы не видим смысла платить Тем не менее, большинство из перечисленных стран входит в десятку самых мощных туристических держав Я к тому, что отсутствие во Всемирной туристской организации не влияет на позиционирование страны А вот что касается позиционирования нашей страны, как страна для туризма В этом году, в эти майские праздники, например Кто-нибудь приезжает к нам? Много ли иностранцев? Нет А как к нам приехать? Ну, я имею в виду из ближнего зарубежья, например, хотя бы Ближний зарубежья как-то присутствует Но, в принципе, въездной туризм, который только-только начал в конце 2021 года оживать И были очень большие планы на 2022 год Ну, в общем, он рухнул опять на 95% с лишним И дело даже не в том, что у нас по-прежнему сохраняется визовый режим Дело еще и в картах платежных Возможности для иностранцев расплачиваться картами, ну, мягко говоря, сильно ограничены При этом складывается впечатление, что популярностью начинают пользоваться какие-то такие оригинальные способы путешествовать Я так поняла, вырос интерес к автобусным турам, к речным круизам Вот что, какие тенденции? Речные круизы, действительно, там прирост, но он был прогнозируемый Это была ожидаемая история после окончания прошлого сезона Просто немножко просел в марте, ну, практически как на всех направлениях Спасибо, что ввели кэшбэк И это как-то поддержалось просто На речных круизах, ну, конкретно на майские праздники У некоторых операторов плюс 30% по отношению к 2021 году Что касается автобусных туров, да, крупные операторы запустили Я бы сказала, автобусный чартер на юг По продолжительности дороги это быстрее, чем на поезде Если это где-то 20-26 часов Естественно, по дороге есть остановки, где можно перекусить Санитарные остановки есть И 7-дневный тур на таком автобусе стоит порядка 26-28 тысяч рублей Понятно, что не все в те дни они в автобусе На автобусе добираются до курорта Дальше заселяются в гостинице Потом, когда заканчивается срок отдыха Опять же на автобусе едут обратно Пока это все из Москвы Возможно, будет из других городов Но это такая неплохая история в условиях, когда закрыты аэропорты Потому что предлагают, естественно, не Сочи, а именно Анапу и Геленджик А комфортно это? Ну, кому как Просто у меня вот, я признаюсь Я ездил в автобусное путешествие очень долгое по Европе Есть там, конечно, свои особенности Сейчас бы, наверное, уже не поехал Но тогда один раз съездить даже интересно Нет, просто я вот признаюсь У меня были какие-то предубеждения Я вообще не... я домосед, не путешественник, да? И у меня вот всегда были какие-то предубеждения Думаю, вот, какой у нас сервис Ну, мы с Русланом из Тверской области В общем-то, ездишь домой И уже спутешествовал В общем-то, больше ничего не хочешь Но я была поражена Насколько сейчас вот в Сочи мы были Великолепно, просто роскошно Какой сервис Когда пытаешься сориентироваться Ну, вот, как бы сидя дома Ты даже представить себе не можешь Насколько это хорошо И насколько это современно Насколько это удобно И раз... я подумала, что раз у нас вот Намечаются такие... Ну, до этого не пользуюсь таким спросом Возможности путешествовать Вот, может быть, там тоже что-то такое Что люди не ожидают А на самом деле в этом есть... Вай-фай на борту автобуса Да, тоже неплохо Отлично Что может быть лучше вай-фая А что касается речных круизов Наверное, там цены... Они и были-то заоблачными Вот сейчас что там с ценами? Операторы по речным круизам Они немножко диверсифицировали продукт То есть есть бюджетные варианты Есть очень дорогие Там 4-5-звездочные корабли, судно Где, естественно, труд начинается Там от 120 тысяч за 5 дней Ну, вот бюджетный вариант Это где-то 1060-70 За? Это, по сути, тоже все включено Сколько времени плавать надо будет за эти деньги? Тоже 5 дней 5 дней, да? Я минимальную беру, да Минимальную продолжительность Очень успешно, насколько я поняла Прошла вот эта мера с туристическим кэшбэком У нас даже коллеги многие пользовались С таким удовольствием тоже рассказывали Как им все понравилось Как это тоже было просто Какие, может быть, меры поддержки Еще нужны туристической индустрии В каком-то обозримой перспективе? Ну, мы подготовили целый пакет таких предложений Потому что кроме кэшбэка Который стимулировал спрос Это было остро необходимо В марте Нужны еще меры поддержки Которые позволят снизить объем обязательств Туроператоров И, соответственно, удовлетворить запрос туристов Что имеется в виду? Ну, до известных событий в феврале Были очень активные продажи Вперед по акциям раннего бронирования На те же майские праздники На лето и так далее Удовлетворить в полном объеме Эти туры, да Эти запросы Довольно сложно Потому что, во-первых, закрылась половина мира Во-вторых, объем перевозки сократился Ну, то есть Люди уже заплатили И даже если страна открыта То есть риск, что они могут не поехать Те сроки, те даты За которые они заплатили Потому что тупо нет самолетов Поэтому, на наш взгляд Одна из мер поддержки Это максимальный допуск Всех каких только возможных авиакомпаний Для того, чтобы Можно было осуществлять перелеты И, соответственно, удовлетворить людей Спасибо вам большое Спасибо Исполный директор статус-операторов России Майя Ламидз была на прямой связи Кстати, я и на кораблике плавал Это очень классно Мне очень понравилось Каждый день ты просыпаешься в новом городе То есть, представь Ты заходишь в отель Ложишься спать А утром новый город Ложишься спать А утром новый город Причем, это действительно очень интересные города Золотого кольца Где мы никогда бы, наверное, так не побывали Там город Мышкин, например Потрясающе, да Вот пример того Как надо уметь продавать В хорошем смысле Свои услуги, свой город Туристам Привлекать их Когда ты придумываешь историю Нету никаких там достопримечательностей Особых ничего Но ты придумываешь это И продаешь в такой красивой обертке Что туда хочется ехать Возвращаться и возвращаться Ну и другие города, конечно, исторические Нет, ну давай с тобой признаемся Что не так давно На 14 февраля Мы с тобой были в Сочи И это было не то, что Это было не то, что все подумали Это была не рабочая поездка Ну и не романтическая Ну да Но 14 февраля, тем не менее И это просто, я говорю У меня, наверное, это один из лучших Вот отпусков, который у меня был Такое впечатление Невероятная красота Невероятное удобство вот всего Очень такое отношение замечательное И вообще такое ощущение было То есть я настолько поражена Я так себя корила Что раньше как-то, ну вот, не добиралась Просто что-то сумасшедшее По Дендрарию мы ходили На огору карабкались Ну Прекрасно, да Сочи, в общем-то, встретил нас С распространенными объятиями И лететь тогда туда еще было Два часа Два часа Сейчас, конечно, уже четыре Но все равно Красота-то она никуда не делась И хорошая погода Вот, кстати, какая там погода Мы, может быть, сейчас узнаем У нас гендиректор туристической компании Аэлита в Сочи Александра Серждиченко Александра Сергеевна, здравствуйте Да, добрый день Добрый день Я прям наслаждалась тем, как вы говорили о Сочи А вы там сейчас? 14 февраля Ну, конечно У вас как с погодой, во-первых И чувствуете ли вы наплыв туристов сейчас? Ну, смотрите С погодой у нас плюс 18 Там с утра был небольшой туман Но это абсолютно Сегодня не так солнечно И вообще, как бы у нас достаточно Прохладная весна выдалась в этом году Но это не мешает природе Все равно цвести, пахнуть Там сирень, нирис, акация уже зацвела И сейчас в Сочи однозначно еще красивее Чем был 14 февраля однозначно Так что, добро пожаловать Много уже приехало людей? Много ожидается? Знаете, ну, ожидания всегда у всех радостные Потому что Сочи прекрасно понимает, что Вот и Майла Нидзе сейчас сказала, что иностранная перевозка сократилась Мы понимаем, что большое количество ток там наблюдается из Крыма И Сочи, по сути дела, еще и ХАП аэропорт работающий Конечно, мы ждем хорошего сезона Погода немножко там пока не радует нас Но бронирование на майские праздники Особенно на вторую половину Особенно вот на 9, 6, 8, 9 Когда планируется там и целый ряд мероприятий Каких-то там соревновательных Да, здесь с бронированием все хорошо Конец апреля туристов, конечно, много Но сейчас еще очень тяжело отличить туристов от тех людей Которые там стали собственниками там апартов или квартир в Сочи Они тоже приезжают И тут вот непонятно, как они сейчас, туристы или туристы Потому что они приезжают там в свои квартиры И отошел целый ряд серьезных таких отелей Там санаториев, как там, ну, в Лазаревском районе много И тот же Лучезарный, который стал апартным комплексом И Весна, и СССР, и куча-куча маленьких отелей Которые вот заполняли нишу недорогого бюджетного отдыха В Лазаревском центральном, в Лазаревском районе А вот сейчас огромный приток машин Со всех, наверное, регионов Ты едешь по Сочи и можешь изучать просто географию России Вот как вы на кораблике изучаете ее каждый день в разном городе А мы вот так вот едем и смотрим там 0,5, 54, 31, 11, 38, 46 И пожалуйста, изучайте всю регионы России А у вас заработала канатка в Дендраре? Потому что мы когда были, она не работала, так расстроились К 1 мая все будет работать, не переживайте, да Когда ездили, бронировали через Букинг Какие агрегаторы сейчас удобные? Ну, сейчас ТВИЛ, наверное, да Букинг-ком для многих там серьезным стало током Но это в меньшей степени, наверное, касается крупных отелей И там санаториев, пансионатов, которые Хотя и у них там был определенный процент Букинг-кома А вот частным, небольшим отелям им, конечно, станет посложнее Но есть Броневик, есть Островок, есть ТВИЛ В конечном итоге есть тот же самый Авито В котором огромное количество предложений То, что особенно касается там каких-то, ну, долгосрочных апартов И те же самые отели, которые маленькие, они тоже там А у всех остальных работают, ну, сарафанное радио тоже никто не отменял Туроператорские договора работают Наверное, в этом году, дай бог, туроператоры хоть как-то восполнят Там пандемийный период своей такой непростой жизни в профессии Поэтому ожидания, ну, цыплят по осени считаем Дай бог, чтобы погода наладилась Дай бог, чтобы мирное небо было И чтобы работал аэропорт И чтобы все-таки красоту этого города смогло рассмотреть И почувствовать сервис, который здесь тоже появился В том числе благодаря Олимпиаде Как можно больше россиян На других нам пока рассчитывать в этой ситуации, ну, не приходится Спасибо большое Спасибо Гендиректор туристической компании Аэлита в Сочи Александр Сердиченко Конечно, Сочи это уникальный курорт Потому что ты можешь и в горы поехать Да Покататься там на канатной дороге Это совершенно какое-то космическое впечатление ты получаешь от этого всего Это такая красота И море посмотреть, да Ой, а я сладости еще себе привезла целую кучу Тоже, ну, большое удовольствие Мы сейчас делаем небольшое Лейтмотив 14.34, продолжаем Говорим сегодня о российском туризме Внутреннем в основном, но и зарубежном тоже Повод для нашего разговора, это, конечно же, майские праздники А как вы их проводите? Отвечайте на этот вопрос в наших мессенджерах Также есть голосование в мобильном приложении Голосуйте, а потом подведем итоги Да, мне бы уже хотелось отправиться на праздники Но нет, у нас следующий гость Советник по макроэкономике Гендиректора компании «Открытие инвестиций» Доцент «Ранхикс» Сергей Хистанов Сергей Александрович, здравствуйте Здравствуйте Добрый день Ну, мы, конечно, видим, что по объективным причинам Туристическая отрасль буксует сейчас в России пока Для экономики в общем и целом, насколько это важная отрасль? Насколько большой вклад она дает? Ну, если речь идет о таких показателях, как ВВП, то понятно, что туризм Это отнюдь не лидер с точки зрения вклада в российскую экономику Но, с другой стороны, для жителей крупных городов Это, с одной стороны, значимый работодатель Вот не так мало людей в туристической отрасли работало С другой стороны, это, в общем-то, та отрасль, чьими услугами пользуются довольно многие россияне Поэтому вот то, что сейчас с отраслью происходит Это довольно интересный процесс Отрасль явно начинает перестраиваться для работы в новых условиях А какие вы видите симптомы и как именно она перестраивается? Ну, прежде всего, для отрасли С точки зрения финансового результата Всегда приоритетным был выездной туризм То есть зарубежный Как правило, туры за рубеж стоили дороже Зарабатывали на них турагентства больше Поэтому они, в общем-то, превалировали Но объективные ограничения Сначала связанные с коронавирусом Что весь мир боролся с пандемией Сейчас, соответственно, визовые трудности Большие логистические трудности с перелетами Все это приводит к тому, что интерес значительного количества россиян Смещается в сторону внутреннего туризма И здесь, ну, не исключено, что некоторые в прошлом Не слишком развитые с туристической точки зрения регионы Получат довольно интересные возможности Для того, чтобы эту отрасль экономики у себя развит Потому что в России ранее традиционно был развит Туризм, связанный с черноморскими курортами С Алтаем В меньшей степени с достопримечательностями Камчатки Да, в общем-то, в какой-то степени Золотое кольцо и русский север Наверное, и все Причем любопытно, что на том же Золотом кольце До недавнего времени Иностранные туристы Доминировали над российскими То есть, вот, как ни парадоксально, но Нет пророков в своем отечестве Да, 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 я тоже Особенно из Германии много было Да Сейчас же условия поменялись И многие российские и традиционные туристические регионы Получат возможность заметно Развить эту отрасль бизнеса И те регионы, которые вот До недавнего времени большой популярности Среди туристов не пользовались Вот у них открывается буквально уникальная возможность Вот те же республики Северного Кавказа Возможно смогут привлечь Гораздо большее количество туристов По поводу возможностей как раз Кажется, что поделилось так, условно говоря На два лагеря Одни очень оптимистично настроены И говорят, что Эксперты, да, что вот как раз Этот внутренний туризм может стать драйвером развития регионов Другие предупреждают Что в любом случае Какие-то инвестиции Например, в строительство гостиничных комплексов Да, каких-то больших объектов Это нужно планировать на долгосрочную перспективу А ситуация недостаточной степени определенная Чтобы такие инвестиции делать Вот нам лучше настраиваться на оптимизм Или с осторожностью подходить Ну, обычно На практике Не реализуется ни максимально оптимистичный Ни максимально пессимистичный прогноз Чаще всего жизнь Это некий промежуточный вариант Опыт развития Туризма Вот в тех странах Где он развивался Относительно недавно Та же Турция Не всегда была Значенной Туристической державой Показывает, что Как правило Начинают с малого Что не обязательно начинать сразу же Со строительства каких-то грандиозных Туристических комплексов В общем-то Во многих регионах Существуют возможности Без каких-то гигантских капитальных инвестиций Начать Привлекать туристов Тем более, что Многие туристы Из числа жителей больших городов Ну, в общем-то Охотно Знакомятся Со спецификой Сельской жизни Соответственно Для этого Там строят какие-то Огромные корпуса Никакой необходимости Не Но Жизнь показывает Что когда возникает Какая-то бизнес-возможность Обязательно находятся люди Которые пытаются Эту бизнес-возможность Проэксплуатировать И будем надеяться Что и в развитии Туристической отрасли Тоже В общем-то Успех придет Не за счет Каких-то крупных Централизованных инвестиций А за счет Инициативы на местах А насколько целесообразно Поддержать сейчас Туристическую отрасль Вот была программа О которой мы вспоминали Кэшбэк туристический Пользовался популярностью Теперь отменен Может быть надо возвращать Или что-то придумывать Похожее Мне кажется Что больше эффект Дала бы Не программа Кэшбэков Тем более Что она в основном Опять-таки Была ориентирована На достаточно крупных Туроператоров А Снижение регулятивной Нагрузки На Тот бизнес Который желает Начать предоставлять Туристические услуги Это Гораздо дешевле Для бюджета А на начальном Периоде Возможно Было бы И более актуально Единственное Где Некоторая помощь Со стороны государства Скорее всего Потребовалась бы Это Проработка Транспортной доступности Потому что Для того Чтобы все-таки Туристы приехали Необходимо Чтобы был доступный Не очень дорогой Достаточно Удобный транспорт И здесь Определенные возможности Открываются Прежде всего Перед Железными дорогами В какой-то степени Перед Автотранспортными Предприятиями Поскольку Быстро Увеличить Интенсивность Авиационного Сообщения Сложно А вот Как раз Железнодорожный Автобусный Транспорт Гораздо В меньшей Степени Зависит От Каких-то Импортных Комплектующих Более Гибок То есть Там можно Быстрее Произвести Какие-то Изменения И Может быть Какие-то Регулятивные Послабления Для Перевозчиков Которые Допустим Желают Заняться специализированной Перевозкой Туристов Были бы Полезны Поделюсь Не самой актуальной Информацией В конце марта Был доклад Евромонитор Из которого Следовало Что вот Из-за Проблем С Ну Перепутешествиями Перелетами И отсутствия Российских Туристов В зарубежных Странах Мировая Туриндустрия Может потерять До 7 Миллиардов Долларов Неважно Насколько Даже точна Эта оценка Наши люди Которые могли бы И хотели бы Потратить Свои деньги На зарубежные Путешествия Они теперь Потратят их На путешествия Внутри России Или Насколько мы можем Ждать Что деньги Внутри страны Пойдут На Собственно На наши нужды Ну Прежде всего Не стоит Экстраполировать Вот эти Вот Озвученные Данные Напрямую На российский Внутренний Туризм Дело в том Что причин Сокращения Турпотока Много И помимо ВИЗ Помимо Логистики Помимо Курса Рубля Но есть еще Довольно важная Причина Связанная С ожиданиями Потребителей Поскольку В экономике Довольно Большая Неопределенность Многие Чувствуют Некоторую Неуверенность Относительно Экономических Перспектив В этих Условиях В принципе Желание Тратить Деньги На Туризм Оно Снижается Поэтому Вот те Цифры Которые Озвучивают В качестве Потери Зарубежных Туроператоров Их Никоим Образом Не стоит Напрямую Экстраполировать На возможный Потенциал Вот Для Выручки Внутреннего Туриста Он Естественно Будет Меньше Кроме Того Психологически Значительная Часть Россиян Рассчитывает Что Если Они Отдыхают Внутри Страны То Они Все-таки Готовы Потратить Меньше Чем В случае Если Они Едут За Рубеж Но С другой Стороны Потребность В отдыхе Никуда Не делась Кроме Того Чисто С туристической Точки Зрения Страны С той Точки Зрения Наша Страна Довольно Разнообразна То есть Внутри Страны Потенциальных Туристических Объектов Довольно Много Вот Я Просто В силу Работы До Ковида Очень Много Ездил По Стране И Очень Много Замечательных По красоте Уголков Нашей Страны Которые Будь они Известны Потенциальным Туристам Они бы Пользовались Популярностью К сожалению Недооцененная Вещь Это просто Грамотное Информирование Потенциальных Туристов О том Где Какие Достопримечательности Доступны Чем они Интересны Вот Как ни странно Это то Что Практически Не стоит Никаких Денег Или Стоит Очень Незначительных Денег Но Вот Тоже Предмет Для Внимания Потенциальным Операторам Внутрероссийского Туризма Сергей Александрович А вот Туризм Как вложение Денег Ну понятно Что с процентами Эти вложенные Деньги не вернутся Но с другой стороны Особо Сейчас вкладывают Деньги Непонятно Куда А здесь Может быть Стоит Действительно Если есть такая Возможность Последнее Ну или почти Последнее Отдать Хотя бы для того Чтобы попутешествовать По стране Узнать ее Получить впечатление В виде В виде Бонусов Да Или все таки Нет Или надо приберечь Ну я сторонник Более традиционного Взгляда При котором Все таки Туризм Это не предмет Первой необходимости Соответственно Если есть Возможность Выделить На эти деньги На это деньги То вполне Логично Этим воспользоваться Но все таки Уж на последний Отдыхать Мне кажется Не совсем правильно Скорее всего Российская Туроторс Приспособится К жизни В новых условиях В том числе Изыщет Возможности И оптимизировать Стоимость туров И для некоторых Крупных Региональных центров Ну просто Подобрать Более близко Расположенные Туристические Достопримечательности Потому что До недавнего времени Вот действовал Принцип Нет пророка В своем отечестве То есть Забавно Но многие жители Российских Мегаполисов Крупных городов Лучше осведомлены О европейских Достопримечательностях Чем у своих Отечественных Поэтому мне кажется Что вот Правильнее Ставить вопрос Не там Гуляем на последнее А Создание В том числе И туристических Продуктов Которые будут Доступны Достаточно Очень много Красивых Неизведанных Мест Во второй части Его высказывания Я не очень согласен Когда Сергей Александрович Сказал что Проблема В недостатке Информирования Об этих местах Вот простой пример Это же наша Тверская область Наверное нас Слушают там Каждый раз Содроганием Что-то не то Скажем про нее Так вот Например Там есть райок Развалившийся Райок это кошмар Совершенно Уникальное сооружение Уникальное Памятник Архитектуры Уникальную усадьбу Которая просто Развалилась практически Ну замечательно Потом у них есть Около райка Водопад Да Природный такой водопад Как же называется Воронцовский Не буду врать Ну прям рядом с райком Так вы что думаете Есть хотя бы указатель на дороге Указывающий Что там есть Вот это уникальное Природное явление Нет Вы думаете Туда есть хорошая дорога К этому водопаду Хотя бы грантовая Нет конечно же Вы думаете Там продают Какие-то колокольчики Какие-то пирожки Какой-то чай разливают На котором местные Могли бы зарабатывать Да нет конечно Ну плевать Вот для того чтобы Свою родину продавать Ее нужно любить Вот с этим Иногда возникают Некоторые сложности Вместе с тем Я хочу сказать Что если Вот про подход И подход очень важен В том смысле Что ты должен действительно Вот это все придумывать Потому что в нашей же Тверской области Я вот например С удивлением узнала Что существует Для родителей с детьми Возможности Пожить в палатках Когда тебе это организуют Профессиональные ученые Ботаники И ребенку рассказывают О природе Он ловит бабочек Ловит насекомых И так далее Вложения какие Вот правильно сказал Значит Сергей Хистанов Что не нужно строить Там какой-то Стоуровневый отель Ты разбиваешь палатки Хорош Называешь это все Кемпинг Глэмпинг Так чтобы заманить Людей чем-то интересненьким И придумаешь им Классную программу Досуга Родители Детей Вместе Узнали что-то Просто в наших широтах Не нужно Вот как раз даже Ни водопада Ни райка Который конечно Тоже это моя боль Это великолепное сооружение Но даже ничего не надо Главное уметь Красиво рассказать Об окружающем мире Так чтобы человек Приехал Вот как не только С впечатлениями Но и со знаниями Какими-то Это тоже вариант Ну чтобы увекательно О чем-то рассказать Это нужно любить Это нужно знать Понимаешь Любить свою родину Свою историю Любить каждую закоулочку Любить каждый Каждый памятник Каждую усадьбу И так далее Ну вот почему-то Вот так вот получается Нам пишут По-разному Ну вот возможно Надо переоценить Это все-таки все По крайней мере Сейчас Как раз для этого Возможность Как бы вселенная Нам на это намекает Намекает Пишет нам Маргарита Приезжайте в Крым Пушкин был Как Маргарита Мы к вам приедем Мы бы приехали Но вот да Что касается Жителей Крыма Конечно Тяжеловато будет Наверное В этот туристический сезон Хотя я думаю Многие конечно Поедут на машине На машине Потому что слава богу Есть мост Слава богу Можно поехать Поездом В Крым Конечно Дольше чем на самолете Конечно Там может быть Менее удобно Но с другой стороны Если воспринимать Дорогу К месту отдыха Как уже часть Этого отдыха То почему нет Опять же По дороге В Крым Можно остановки Делать в разных местах Можно смотреть Достопримечательности Можно узнавать Свою страну Так что везде Свои плюсы Мне давно была мысль Поехать в Крым На автомобиле Я всегда от нее Отказывался В пользу самолетом В пользу самолетом Но теперь Опять же Вселенная Как бы намекает Ну всего лишь Полторы тысячи километров Мы Если от Москвы берем Можно наверное За два дня Доехать С одной остановочкой Где-нибудь посередине Вполне Вполне По 750 километров Сутки Можно проделывать Не особо напрягаясь Но иногда проводим Опросы в нашем Мобильном приложении Так куда вы на майске поехали Спросили мы у вас 51% остался дома Поехал на дачу 36% поехал по России 11% поехал за границу 2% наших слушателей